В сегодняшнем видео 25 советов, чтобы в 10 раз повысить свою эффективность. Самое лучшее, что вам не потребуется внедрять все советы, чтобы увидеть изменения. Поехали. Первый совет. Вам надо определить, что для вас важно, и затем начать достигать этой цели. Поймите, большинство вещей в жизни это бессмысленный шум. Вы наверняка слышали о правиле Паретто. 20% усилий приносит 80% результата. Но если взглянуть еще глубже, то всего 4% усилий приносит 64% результата. Именно поэтому следует концентрироваться на этих 4%. Очень мало вещей в жизни действительно имеет значение. Навыки и люди. Вот на чем следует сконцентрировать свое внимание. Далее, фокусируйтесь на маленьких победах. 1% улучшения каждый день. Почему 1%? Потому что это достижимо. Это просто. И вот в чем фишка. Если посчитать все вместе за целый год, то такое улучшение по 1% день за днем прокачает вас в 37 раз. Быть в 37 раз более эффективным, если прокачиваться всего по 1% каждый день. Следующий совет. Следите за временем. Будьте выборочны с тем, куда вы тратите ваше время. Чем более точно вы будете планировать свое время в календаре, как рабочее, так и личное, тем больше шансов, что вы будете следовать вашему плану. Если взглянуть на мой календарь, то в 6 утра я встречаюсь со своим партнером в зале, в 8 утра я отвожу свою дочь в бассейн, в 8.30 у меня встреча с менеджерами. Следя за личным и рабочим временем, вы получаете от этого гораздо больше. Следующий совет. Делайте меньше. Это звучит противоестественно. Как можно сделать больше, если делать меньше? Часто, когда у нас есть 2 часа на проект, знаете что? Мы его сделаем за 2 часа. Если у нас будет всего 20 минут, чтобы его сделать, мы найдем способ сделать это. Мы отбрасываем все, что не имеет значения, и фокусируемся на том, что реально важно. Следующий способ. Это поднажать на утомительные задачи. Сюда входит стирка, посуда, огород. Друзья, в такие моменты очень хорошо слушать аудиокниги, и прокачивать свой мозг, пока вы выполняете рутинную работу. Ребята, за последние 10 недель я изучил все вот эти книги. Многозадачность, зло. Я понимаю, что это противоречит тому, что я только что вам говорил. Но это не совсем так. То, о чем я говорил, это делать что-то головой, пока вы делаете что-то на автомате. Не беритесь за 2 задачи, которые требуют серьезного обдумывания. Следующий совет. Делегируйте. Как отец, я не могу недооценивать этот совет. Я обучил старшую дочь следить за младшими. Но многие, у кого есть бизнес, не имеют помощников. Так что у вас не получается делегировать задачи. Когда всплывают новые задачи, вы принимаете решение. На чем сфокусироваться прямо сейчас, а что можно отложить в сторону. Далее, фокусируйтесь на одной задаче в одно время. Вы перегружены. У вас в списке задач 25 дел. Хорошо, пройдитесь по списку и определите те задачи, которые вы можете выполнить за относительно короткий промежуток времени и сделайте их. Когда вы выполняете задачи и понимаете, что у вас осталось еще 45 минут, значит можно сделать еще кое-что. Это классные ощущения. Обязательно запишите их, чтобы потом можно было вычеркнуть. Далее, отключитесь от соцсетей. Ну или хотя бы отключите уведомления. Да, вы пропустите то, что происходит в Фейсбуке или Инстаграме. Но знаете что? Вы успеете сделать больше и будете гораздо продуктивнее. Следующие советы я совмещу, потому что они связаны. Пейте меньше кофе и больше спите. И старайтесь спать в прохладной комнате. Давайте начнем с кофе. Для меня правило никакого кофе после 10 утра. Кофе влияет на наше тело в течение 5-8 часов после того, как мы его выпили. Так что если вы выпили кофе в 4 вечера и в 8 вечера, то у вас могут быть проблемы со сном. Если высыпаться, то мы более внимательны и сконцентрированы. И еще спать в прохладной комнате. Если спать при низких температурах, то скорее всего у вас будет хороший крепкий сон. Дальше давайте поговорим о выходных. Главное тут это реально отдохнуть. Эринсон Дионг проводили исследование. Выяснилось, что за каждые 10 часов отдыха, человек повышал продуктивность на 8%. Суть в том, что мы теряем эффективность, когда отказываемся от отдыха. Поэтому я считаю, что ребята в Европе правы, когда берут свои законные выходные. Следующий совет. Перестаньте волноваться. Мы переживаем за те вещи, над которыми у нас нет никакого контроля. А они могут даже и не произойти. Когда мы волнуемся, то мы не сфокусированы. Мы выпадаем и становимся малоэффективными. Следующий совет, он большой. Когда мы делаем что-либо, беремся за задачу и выполняем ее, мы должны смотреть на то, как это отразится на нас со временем. Зачем мы это делаем? Если вы сможете найти первопричину, почему вы это делаете, то вы будете гораздо эффективнее. Вы сможете входить без лишних затрат в состояние потока. Поэтому понимание, зачем мы делаем что-либо, повышает нашу продуктивность. Идем дальше, господа. Съешьте жабу. Я взял это у Брайана Трейси. Я не имею в виду съесть настоящую жабу. Это значит выполнить ту задачу, которую вы всегда откладывали. Встаньте пораньше, выполните ее и будете чувствовать себя лучше. Следующий совет немного из старой школы. Но когда вы работаете над проектом, то всегда возникают проблемы с коммуникацией. Поговорите с кем-нибудь. Я знаю, что сейчас есть письма, мессенджеры. Но, ребята, сфокусируйтесь также просто на коммуникации. Вы поразитесь, сколько всего можно сделать на встрече лицом к лицу. Следующий совет. Отпустите, отпустите, не держите груз в себе. Отпустите. Ребята, иногда у вас в тарелке лежит то, что пора уже выкинуть. Иногда надо просто закрыть этот проект. Может, это не для меня. Может, это что-то надо передать другому. Или отложить до лучших времен. Далее, господа, планируйте. Это очень помогает, когда перед вами стоит сложная задача. Возьмите и разбейте ее на более мелкие задачи. Это по-прежнему будет представлять собой большую задачу. Это может занять месяц или год. Но разбив это на шаги, вы сможете достигнуть этой цели. Далее управляйте своей энергией. Сюда входит, как вы питаетесь, занимаетесь спортом, что вы едите и что вы пьете. Вам надо найти, что будет делать вас более продуктивным человеком, которым вы можете быть. Иначе вы просто стреляете себе в ногу, если вы работаете без полной подзарядки. Далее, господа, присутствуйте в моменте. Если вы здесь, то будьте здесь. Не думайте о будущем. Не думайте о прошлом. Будьте в настоящем моменте. Находясь, находясь в настоящем, вы отдаете 100% ума и 100% энергии. Далее, друзья, доводите дело до конца. Многие из нас любят вести по несколько проектов. Этот проект завершен на 90%. Этот проект завершен на 20%. Вот только проблемка в том, что ни один из них не завершен. Если вы посвятите 100% вашего времени и усилий на один проект, вы поразитесь тому, что вы можете сделать. Далее, превратите сомнение в действие. Я взял это у Мэллы Робинс и ее книги «Правила 5 секунд». В ней она говорит, что мы себя часто саботируем. У нас есть мечты и все дела, которые мы хотим сделать. И все эти люди, с которыми мы хотим познакомиться. Но мы останавливаемся и позволяем страху и сомнениям начать нами руководить. Поэтому вместо сомнений просто посчитайте 5, 4, 3, 2, 1 и делайте это. Давайте поговорим о соскакивании. Это гораздо труднее, чем просто пускать на самотек. Когда мы отпускаем, то мы можем вернуться к этому завтра или на следующей неделе. Но если мы бросаем, то мы полностью рубим концы. Вы тратите на это силы и знаете, что не справитесь совсем. Я не говорю, что надо постоянно все бросать. Но иногда игра не стоит свеч, и надо идти дальше. Следующий совет. Не используйте кнопку «Отложить». Эти экстра 20-30 минут сна никак вам не помогут. Друзья, когда зазвонил будильник, просто встаньте с кровати. Спрыгивайте с кровати. Следующий совет мой любимый. Мы используем его в нашем офисе. Когда у вас встреча, будь то группа людей или один человек, установите время. Я знаю это по нашим корпоративным собраниям. Они затягивались на полтора часа. И я сказал, хватит, так больше не может продолжаться. Так мы их урезали до 45 минут, потом до 30 минут, сейчас это 15 минут. Мы просто начали проводить митинги по 15 минут между маленькими группами. И потом на общем собрании все это обсуждаем за 15 минут. Следующий совет. Это один из моих самых любимых. Если это не «О да», то это «Нет». Это отходит к тому, что надо быть очень аккуратным со своим «Да» и более свободным с «Нет». Потому что если говорить «Да» всему, то в один момент, когда появится действительно крутая возможность, вы просто не сможете ее использовать, так как ваше время все забито другими менее интересными заданиями. Говорите «Чаще нет» для более лучшего «Да». Продолжение следует...